Что такое реорганизация науки? А потом мои примеры пойдут. Для чего это надо? Раньше, подтверждайте, закончил студент ВУЗ и чего-то зная, но ничего не умея, поступает в один из десятков НИИ. Так нет? То есть ВУЗ, Академия, Институт, как еще называют их? Начиная, конечно, от колледжа, а потом Академия, ВУЗ. То есть этот, ой, все начинаю забывать, вы все поняли? Вот следующий этап. Что такое НИИ? Он еще ничего не знает, не умеет. А ему нужны сорта новые. В принципе, новые. А потом еще в ГСУ надо их еще конкретно, приучить конкретно. А он еще ничего не умеет. Вот. Дальше принцип вы поняли. Сегодня это совершенно тупиковое занятие этим. Вы приятные исключения. Оказывается, что мы к окончании ВУЗа, Елена Александровна, умели столько и такого, что когда я вам покажу, ребята, вы даже не поверите в это. Вернее, поверите, но с трудом. Шоком. А пока я вам рассказываю. Вот это вот подтверждайте. Потому что я пришел в металлургию, я тоже ничего не умел. Вы все ничего не умели. Вот. А я начал издалека. Я всегда удивлялся. Чему? Почему не получилось у Лысенко? Ответ. Академик сам пахать не будет. Понимаете, в чем дело? Вот он стал академиком, да? А вот эти сорта пошли в колхозы. Ну, злаки. В чем дело кончилось? Понятно. Отставкой хорошо не расстреляли. Почему? Любое дело можно опорочить. Вот еще раз. Закончил студент. Вот это и есть. А я теперь... Вот это горько. Так. Теперь смотрите. Что такое, когда человек пашет сам на себя? Подчеркиваю, на себя. А дальше будет... Видите, ниже, что я написал? Революция биологии. Вот. Вот это Сергей Железов. Вот это его родственник. Наш родственник. Его помощник. Вот. Где вы видели такое в институтах? А. Зимняя прививка. В теплом помещении. Слегка прокладывал. Ну, и пошел под... Долго рассказывать не буду. Вот. Вот что такое настоящая эта работа. Почему? Надо, чтобы они еще при нулевой... Небольшой минусовой температуре. Уже сращивались. Потому что это Сибирь. Потому что это такая роскошь. Что она же просто... Никто не знает. Нигде об этом не пишут. А пишут, что в моей привете. И все. А никто не понимает, что технология пришла с юга. А Сибирь, и даже там, где вот мы Вологду вспоминали, и Челябин вспоминали, час-полчаса назад, так? Везде одно и то же. Массовая гибель. Потому что ему еще надо почка не вызрела. Не хватило времени. Есть понятие вегетативный период. Его не отменишь. Это ДНК. Это программа. Только у каждого сорта свой. Помните, мы говорим. Мне зимние... Есть умные люди. Мне зимние сорта не надо. Не успеют вызреть. Один на сотню мне напишет это. И говорит, пришлите мне этих самых летних. Ну, там, эти же косточки, то есть семечки, косточки, черенки. Ну, один на сотню. Остальные об этом не знают. А мы-то вынуждены. Нам авторитет-то нужен. Ведь человек потом напишет в интернете. Вот. И писали, особенно поначалу. Это сейчас тщательное обучение. Приезжает, я вожу, и он, и так же. И он. И надо объяснить. И время идет. А он мало там полчаса ушло на куплю-продажу. И два часа надо рассказать, чтобы он не загубил. Видите как? И вот я к чему говорю. Что вот. Это и отвлекся. Это частный питомник. Это частный случай. Так. Вот они, бутылки. Процесс пошел. Так вот. Революция биологии. В каждом регионе своя пирамида. Первые пять лет. Значит. Естественно. Старые кадры практически не годятся. Они сами ничего не умеют. Вот. Но новых пока негде. Взять. Но. Через колено. Объединяются. Агро-вузы. Я не пишу вузы. Агро-вузы. Так. Вот. Здесь будут учиться студенты. Но они не будут. Круглые. Целые пять лет учиться. А потом. Тупее всех тупых. Поступать в НИИ. Они будут НИИ и Агро-вузы. Это будет одна. Иван Александрович. Вы там объединялись и объединялись. Это не то, что вы в объединенном супер академии учитесь. Работаете. То есть. Вот. Это не то. Это будет одно и то же. Вот здесь студент учится. А вот здесь у него ждет. Смотрите. Дальше плюс. И ГСУ. А где находятся площади в НИИ, если есть. И в ГСУ, тем уж точно есть. Вот. Еще, конечно, Тимиразовка обречена. Попасть в середину, чуть ли не в середину Москвы. Это бесполезно. Против миллиардов долларов не устоит. Это самое. Понятно. Ну, будем надеяться на Красноярск. На Абакан. На Челябинск. Насвернулся этот самый. Ну, и так далее. Вот. Будем надеяться на крупные миллионники города. На Иркутск. Там, на Омск. Там, где Юлия Матвеева может стать лидером. Вот о чем говорю. Вот это все одно целое. А теперь представьте себе, студент, поступив в институт, а студентам надо шевелиться. Пока они учатся, они теряют здоровье. Вы об этом знаете? А я знаю. Вот. Значит, неделя учебы. Неделя. А все это должно быть рядом. Перестройка, через колено, землю, где угодно. Государственная программа. Вот. И здесь же, где он учится, в НИИ он создает сорта. А создавать им больше будет. Вот это самое. Вот сейчас, да? С одной стороны, нет ничего легче. Нет ничего легче. Елена Александровна, я вам потом покажу ниже вашу фотографию с вашим абрикосом. Вы не пытались еще. Вы не пытались еще, но оно уже получается. Почему? Потому что привели, да и привели. Вот. И что получается? Вот это все, включая ГСУ, для каждого региона, например. Конечно, для вас это мелочь теперь. Вот то, что я про вас расскажу. Сегодня фактически ваш бенефис, извините за такое слово. Все, что я про вас расскажу, это уже масштабы России должны быть. А, допустим, для Юлии Матвея, которая, ну, просто скромнее вас, что ли, так можно сказать. Ее масштабы это Омский, Омская область. Вот. И там можно все это делать. А кто знает, может завтра она вас подсидит и так далее. Но это я в хорошем смысле. Так вот. Это все. Единая организация. Единая организация с общим ректором-директором. Так. Вот. И каждый студент с первого курса, он еще только 1 сентября поступил, допустим. А 5 сентября ему говорят, вот это вот, видишь, 10 соток. Это минимум. Но это только твое. А если 10 соток умножить, допустим, на 10. Получается, гектар для десятерых студентов. Так. 10 гектаров для 100 студентов. Студентов. Вот. 100 гектаров для 1000 студентов. Большая площадь. У нас страна вся зарастает лесом. Поняли меня? Теперь. Вот это все. Будущее наше. Или у нас будем отравы есть. Помните, в самом начале. А как со злоном? Да у нас это сотни миллионов яблок. Ну, почему забывают сказать, что отравлены? Ну, почему забывают сказать, что себестоимость высокая? Копайте эти злептонные столбы. Проведите капельный полив. Каждый год ухаживайте. Они же растут. Их надо калечить, калечить. Это же сказано было. Сказано было. На вегетативных подвоях. То есть с искусственными корнями. Чуть мороз передохли. Эти же цветочные почки. В первую очередь. Штамба во вторую. Чуть мороз ударит. Не держат они мороз. В общем, наша песня хороша.